1 сентября все школы города начали работу в очном режиме. На торжественных линейках только первоклассники и выпускники. Для них День знаний – начало одного из самых важных этапов в жизни. Поэтому праздник решено не отменять. Главное условие – линейки должны пройти на открытом воздухе. Массовые мероприятия в помещении школ запрещены до конца года. Родителям присутствовать разрешили, но исключительно в масках. При этом праздничную атмосферу в школах создали для всех классов. По традиции учителя пообщались с ребятами, прошел урок знаний. В свой второй дом дети вернулись спустя почти полгода. За парты в Магадане село около 12 тысяч школьников. С сегодняшнего дня им придется не только учить математику, русский язык и литературу, но и новые правила поведения. Вход для учеников отдельный и особенный, с термометрией. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Продолжительность уроков – 35 минут, перемены в разное время. Может быть, после 14 сентября мы все-таки придем к общему звонку в школах, потому что звонки будут у нас ступенчато идти, дети практически не будут встречаться, хотя будут находиться в одной школе. В этом учебном году самая большая школа региона, 13-я, празднует 55-летний юбилей. По итогам прошлого учебного года гимназия вошла в топ-1000 школ России. Это итоги государственных экзаменов, это итоги всероссийских проверочных работ, это итоги Олимпиад. У нас очень мощное патриотическое движение, мы участники всевозможных слетов, смотров. У нас замечательные и славные спортсмены, которые приумножают традиции нашего образовательного учреждения. В начале учебного года все школьники пройдут проверку знаний, которые они получили во время дистанционного обучения. Это позволит учителям выяснить уровень подготовки каждого ученика и в случае необходимости скорректировать образовательную программу.